С точки зрения архитектуры дом считается удачно построенным, если он хорошо вписывается в предложенный ландшафт. Сегодня мы в гостях у историка архитектуры и замечательного художника Сергея Заграевского. Он, скорее всего, откроет нам секрет, как же так построить дом, чтобы чувствовать себя в нем счастливым. Здравствуйте, Сережа. Спасибо вам огромное, что вы пригласили меня в свой дом. Это всегда очень приятно, это очень подкупает, тем более, что ваш дом, по большому счету, можно считать родовым гнездом, по-моему, да? Тогда скажите, пожалуйста, расскажите поподробнее, кто его строил, чей был проект. Вам, как архитектора, это должно быть, в общем, не безинтересно об этом рассказать. История этого дома, вообще говоря, это, конечно, история страны, ну, хотя бы начиная с ее послевоенного времени. Потому что в 1947 году, когда Сталин этот поселок, ну, неким образом разметил посреди леса, вот поселок Абрамцево, выделил в нем генеральскую часть, художническую часть. Я вот хоть и художник, но я к поселку художников, да, живу я в генеральской части. А почему я живу в генеральской части? Не потому, что у меня дед был генерал. Мой дед был военным строителем, майором, ну, каким-то на очень мелких должностях. Но у него были деньги, поскольку у строителей, ну, даже у военных, даже в сталинское время, деньги, в общем-то, были всегда. А спекулянты тоже были всегда. И они нашли друг друга. Они нашли друг друга со спекулянтом, который купил, перекупил у какого-то генерала участок. Дальше разделил его на несколько частей. Почему этот участок сравнительно невелик, всего около 15 соток. Он его разделил на несколько, соответственно, частей и по частям перепродал. То есть, вот даже при Сталине в 40, подчеркиваю, в седьмом году, это вот было так. Это вот было, такое было вполне возможно даже в генеральском поселке. Поэтому, кстати, когда мне говорят, что при Сталине был там порядок, я, конечно, может быть, конечно, порядок и был. Но и взятки давались, и спекулянты были, и землей торговали, и все это было. А для того, чтобы перепродать, этот спекулянт был обязан построить на этой земле какой-никакой домик. И он построил времяночку. Вот, собственно, в этой времяночке мы сейчас и находимся. Но она уже перестала таковой быть, да? Она уже перестала за это время быть времяночкой, потому что к ней была потом пристроена терраса, потом в ней был положен фундамент, потом в ней был надстроен более высокий второй этаж, потом уже мною все это было снесено и построено по абсолютно старой форме то, в чем мы сейчас находимся. То есть вы потрясающим образом поступили приблизительно так, как поступают законопослушные граждане, которые живут, скажем, рядом со мной на Соколе, в художническом поселке Сокол. В свое время там было принято так, что если вы, граждане, по какой-то причине обладаете этим домом, там в нем живете, наследник или просто как-то так исторически сложилось, то если вы задумаете его перестроить, переделать, он может быть новым, но он должен быть таким же. Сейчас, к сожалению, там это не соблюдается, но это делали, и есть дома, которые, кстати, были маленькими, а потом такой же и большой. Очень интересно. То есть вы как настоящий профессионал, в смысле, как человек, духом абсолютно архитектор. Вы знаете, здесь не только в этом дело. Здесь, в принципе, я постарался на этом участке сохранить все то, как я видел в детстве. И вот маленькая пристроечка, которая была около этого дома, она уже тоже сохранилась, просто приняла уже такой немножечко другой характер. Но, в общем и целом, атмосферу места я попытался сохранить. Потому что, конечно, для человека ведь вообще это очень важно, иметь свою малую родину. Вот это вот моя типичная малая родина. И я постарался, чтобы она была такой, какой она была, когда я здесь рос. А здесь я рос с абсолютного нуля, ну и, в общем-то, дальше я здесь был практически всю жизнь. Был небольшой, очень недолгий период, когда я сюда не приезжал, может быть, в середине 90-х годов, несколько лет. А потом, в общем-то, я уже стал сам обживать здесь и строить, в общем-то, вот все, что уже здесь мы видим. И, в общем-то, этот процесс... С другой стороны, я не очень люблю строительство само по себе, как процесс. Сказал архитектор. Понимаете, я историк архитектуры. Это немножечко другое. Я не практикующий архитектор. Поэтому здесь я скорее к архитектуре отношусь с определенным критицизмом, как и положено. Я скорее раскритикую, чем построю сам. Хотя, конечно, говорят, что построить сначала сам. Нет, это точно так же, как считается, что художный критик обязательно должен сам уметь рисовать. Это неверно. Или спортивный комментатор должен во что-то играть. Хотя это тоже не так. Во что-то играть неверно. А на это все есть одна замечательная присказка, что мы не снесли ни одного яйца, но в качестве яичницы разбираемся лучше любой курицы. Да, это... Есть такое дело. Вот. Поэтому здесь мне было важно именно создать вот ощущение, что я здесь дома. Что вот это вот мой мир, моя родина. Что да, здесь я родился. Здесь мне во многом еще повезло в каком смысле. Это поселок оказался, вот Абрамцево, оказался на оптимальном удалении от Москвы. Не слишком далеко, чтобы сюда вообще было 7 недель на собаках. Как, например, у меня знакомые купили дачу под Осташковым на Селегере. Обувь идет далеко. Прекрасное место, фантастическое, но 350 километров в один конец, но это повезется легче. Конечно. И с другой стороны, это оказалось не слишком близко от Москвы, как Переделкино, как Малаховка, которые, конечно, уже захвачены урбанизацией, а уж как тот же поселок Сокол, который был захвачен урбанизацией еще в 50-е годы. Да, а сейчас не только урбанизацией, но и разными местами. Конечно. Дальше само собой идет вот этот процесс, все равно среда перерождается. И даже если сохранить сам поселок, то все равно, даже если вокруг поселка построить высотные дома, это уже все равно будет не то. Ну, живи ты в том же самом твоем доме, но это уже будет не твой дом. Это уже все равно будет все совсем иначе. Это как обычно, почему, например, защитники городской среды, исторической, почему они так хватаются за каждый дом? Например, представим себе Петербург. Вот я сейчас много занимаюсь Петербургом по защите его городской среды. Ну, много памятников архитектуры, понятно, там Зимний дворец, Исааковский собор, ну, никто их и не тронет. Но представьте себе, что у вас в городе остались только памятники архитектуры, а все остальное построены новые дома. Типовые вот это ужас. Ну, может быть, не обязательно даже типовые, но новые дома. Что останется от городской среды? Ничто. Однозначно. Вот так же и здесь. И, конечно, вот эти такие поселки, как Сокол, как Малаховка, как Павшина, они уже все, они уже погибают. Этот держится. Потому что все-таки достаточно далеко. Все-таки расстояние вот это есть. Но, с другой стороны, конечно, тут есть и минус, что каждый день сюда не наездишься. Ну, может, это и хорошо. Есть повод для того, чтобы тут подольше оставаться. Ну, он приехал, так приехал, как говорится. Но, на самом деле, я все равно была удивлена. Вы знаете, тому, что ехала я в гости к солидному человеку, к знаменитому художнику, к профессору, к историкой архитектуры. Мне казалось, что сейчас я увижу, ну, ну, какой-то такой... И вдруг вот такой дом, который, как вам сказать, он меня нисколько не разочаровал, а скорее, наоборот, порадовал. Потому что я буквально вот обращаюсь к зрителям в самом начале программы до того момента, когда мы с вами здесь увиделись уже в комнате, в вашем кабинете рабочем. Я сказала, что, на мой взгляд, и вообще многие архитекторы так считают, люди, которые занимаются строительством, что самый удачный дом, это который вписан в ландшафт предлагаемый, да. Потому что вот когда вавилоны на фоне, там, скажем, такого вот смешанного леса, да, то это просто выглядит чудовищно. Это ножом по сердцу. Все правильно. И здесь потом все-таки очень важно, под себя этот участок построен или под публику. У меня, например, ну, вот есть знакомые архитекторы, это замечательные люди с огромным вкусом, которые строят... У них их домики тоже, они их строят сами. Они их строят не под себя, они их строят для того, чтобы потом показать. Вот у меня есть замечательный там человек, строитель Тольятти еще в свое время, градостроитель, один из наших крупнейших градостроителей, Юрий Петрович Бочаров, вот, ему сейчас уже лет 80. Прекрасный градостроитель, он очень талантливый архитектор. И вот он, я помню, он всюду приносит фотографии своего загородного дома на Николиной горе. И всем показывает. Ну, для него некая визитная карточка. Он это строил не для себя. Я бы, например, в таком доме жить не смог. Этот дом не для жилья, этот дом для того, чтобы его показать. Демо-версия. Да, демо-версия, вот, да, абсолютно правильно, такое бета-тестирование. А я строил дом именно для себя, чтобы мне здесь было уютно. Пусть кто-то другой посмотрит и скажет, да, почему там, почему здесь именно так? А вот так. Я даже метра не прирастил относительно того старого домика, вот той еще чужиковской временки. Потому что это чужиковская временка, и всю жизнь чужиков, это вот тот самый вот был человек, который, собственно, перепродавал вот эти вот участки. А что, где чужиков? Ну, вот, а эта вот чужиковская временка, она вот-вот здесь есть. Это очень важно. Но, более того, здесь ты входишь внутрь, и все соответствует одно другому, да? Это все дерево, это было тоже, раньше тоже так было, или это новшество? Нет, это всегда так было. Только это было не вагонка, это было обшито такими деревенскими обоями, там, с какими-то там очаровательными, кстати, обоями. Ну, в принципе, вагонка, она тоже создает такую достаточно приятную атмосферу. Можно было, мне предлагали вообще оставить брус. Я думал, можно было бы и брус оставить, просто вот этот законопаченный, в этом тоже атмосфера. Да, очень красиво, да. Конечно, ну, я так, в общем-то, посмотрел, но все-таки решил сделать вагонку, ладно уж, там, бог с ней. Опять же, ведь я считаю, что каждый дом, в нем есть, либо есть самодостаточность. Тогда, да, этот дом можно замечательно выставлять, там, в любой журнал-салон, мезонин, там, мир и дом. Можно выставлять, как некий образец хорошего вкуса, может быть, там, плохого вкуса. Но это, опять же, есть некое произведение искусства. Но жить в произведении искусства, ну, тяжело. Это все равно, что, ну, условно говоря, я бы захотел сейчас жить, например, в своих картинах. Да, на некоторое время мне бы там было хорошо. Я люблю свои картины, иначе бы я этим не занимался. Но жить в этом мире, наверное, я бы устал быстро от этих ярких красок, я устал бы, наверное, от этих изогнутых линий. Мне бы захотелось куда-то еще. А здесь та же самая ситуация. Ну, вот бывают обжитые дома, уютные дома. Просто вот приходишь в гости, бывает вот уютная обжитая квартира. Никакого в ней особенного дизайна нет. В принципе, ну, все просто нормальные вещи, не то, что, там, я не знаю, там, слои пыли, там, или там не пахнет мышами. Это чересчур уже. А вот просто нормальный, уютный, обжитой дом. Такой, как живут, ну, в общем, миллионы людей. Каждый обживает по-своему. Там хорошо, там уютно. А бывает, вот попадаешь, да, люди, видно, что заказали в лучших дизайн-бюро. Видно, что поработал дизайнер. Причем абсолютно не обязательно, вот так, как вы сказали, будет там контрастировать экстерьер и интерьер. Нет, не обязательно. Бывает, все замечательно. Мебель подобрана. Ну, чай поставить, вот, уже не уютно. Вот, да что, вот, на этот стол. И вот уже чувствуешь, и самому не уютно. Ты понимаешь, что ты просто своим присутствием нарушаешь вот это вот. Условную экологию дома. Ты нарушаешь, да, тоже. А он тебе диктует, там, да, садись, вот, садись на белый диван, бери, например, в руки кофе. А ты понимаешь, что ты не можешь сделать этот кофе оттуда, с того столика. И вот на этот белый диван, думаешь, дай бог, сейчас я расплескаю, это ужас. Да, столик уже передвинуть вроде уже как-то вот не уютно. Потому что вроде понимаешь, что, да, этот столик, он стоит там, где ему положено быть, вот, со всех реперных точек, значит, чтобы он смотрелся на столике, ими должна быть вот эта ваза. С именно этими цветами, если ты ее видишь хоть там на миллиметр вправо, уже вроде как будет немножко не то. Не уютно. Дом – это уют. Это, в общем, поэтому он и дом, что это уют. Это очень важно для человека – ощущать вот этот уют. А, между прочим, у многих вот это желание уюта очень часто перерождается в другую ситуацию, когда люди не понимают, что для того, чтобы вот им было уютно, не нужно мучиться, не нужно что-то безумное строить. Построй так сразу, как ты хочешь. А что у людей часто начинается? Многие этим очень страдают. Одно дизайн-бюро пригласили, сделали, все отлично, в чем понравилось, на проекте понравилось, проект утвердили, построили, все хорошо, сделали. Он живет неуютно, что-то не то. И вот тут-то начинается человек 10 лет, 20 лет. Он занимается только тем, что перестраивает дом, переставляет мебель, приглашает новые какие-то дизайн-бюро, они ему что-то меняют, тратят на это безумные абсолютно деньги, а в итоге ему все равно не уютно, потому что это не его. Да, недаром, например, грамотные устроители, скажем, городских парков, прежде чем каким-то образом мастить дорожки и их обозначать, они сначала дают этой зоне немножечко побыть под реальными ногами живущих там людей, чтобы они протоптали мейджор такие направления основные, куда они в основном ходят и как им удобно. И потом оказывается, что вот эти дорожки, уже после того, как они по тропиночкам, он приобретает настоящую теплоту этот парк. А никак не вот так и не вот так, хотя по идее принято вот так и так, да, некие там бульвары делать. Но вот есть места, где поступают каким-то удивительным образом. Кстати, в основном тоже почему-то не у нас. Ну, это знаменитый принцип английских, собственно, парков, как они создавались. Именно вот откуда вот эти понятия, чем английский парк, классическое в парковом искусстве, отличается от немецкого, например, парка. Что английский парк, он именно вот очень целесообразен, поэтому в нем уютно. Это, кстати, действительно так. В классических немецких парках не так уютно. Но, опять же, это на любителя. Дом, почему он очень индивидуален как таковой? Потому что, если этот дом уютен, это означает, что он отражает характер владельца. И точно так же, как с человеком, может быть, уютно или неуютно. Ну, просто да. Есть люди, с которыми чувствуешь себя неуютно. Ну, опять же, это может быть очень хороший человек, это может быть замечательный, там, крупный ученый, или, там, крупный бизнесмен, или, там, гениальный, там, гениальный актер, но тебе с ним неуютно. Вот что-то не твое, не сходимся. Где-то вот не сходятся какие-то вот эти пазлы, друг другу не подходят. И, соответственно, то же самое с его, может быть, домом. Так же и здесь. Если вот этот вот человек психологически тебе приятен, то тебе и в его доме будет уютно. И, опять же, человек каждый в конечном итоге находит что-то свое. Кто-то находит себя и в дворцах огромных, а кто-то себя находит и... Кто-то себя в дворцах не находит. Не находит. Не находит, да, трудно там сориентироваться. Трудно найти, да, самого себя. То есть дом это очень индивидуально для каждого человека. Вот как вот каждый человек выбирает для себя собаку. Тоже ведь, да, одни нравятся бультерьеры, другим нравятся легавые, третьим нравятся баллонки. Опять же, это нормально и естественно. Иначе бы все были там как-то под дуберами, ходили с троем и там одевались все в одинаковые там какие-нибудь серые френчи. Так же и здесь. А что в этом доме, кроме того, что, ну, вот вы его переделали, да, в принципе, вот он существует уже такой, да, что в этом доме является отражением, вашим отражением, собственно. Ну, кроме картин, наверное, потому что они само собой. Ну, картины это само собой. Это трудный очень вопрос вообще, насколько дом ожидается с человеком, сращивается с ним. Насколько сходятся вот дом и человек. По идее, если человек имеет сильный характер, то он может обжить любой дом. И любой дом станет его домом. Как у Набокова. Вот, пожалуйста, пример. Набоков Владимир, автор «Лолиты», он ведь никогда в жизни не имел своего дома. Он всю жизнь мотался по наемным квартирам. Как-то у него так вот сложилась судьба. Собственно, это нашло, кстати, отражение в его романах. Ни один из героев его романов, будь то, там, герой «Лолиты» или будь то герой «Ады», никто не ведет оседлый образ жизни. Так вот, у него есть строки стихотворные, он же еще, кроме всего прочего, был очень, в общем-то, очень-очень-очень хорошим поэтом. Вот комната еще полуживая, но оживет до завтрашнего дня. Зеркальный шкаф глядит, чуть узнавая, как ясное безумье на меня. В который раз выкладываю вещи, знакомлюсь вновь с причудами ключей. И медленно вся комната трепещет, и медленно становится моей. Вот такие очаровательные строки. То есть, вот действительно, человек заполняет собой дом, обживает его, будь то любая новая квартира. И дальше вопрос, опустеет эта квартира, когда человек из нее уходит, или нет. Насколько произошло вот это сращение, это очень во многом зависит от того, кто будет следующим. Будет ли следующий вообще. Бывает, что дома запустевают. Вот хозяин ушел, все, и следующего нет. То есть, у каждого дома своя судьба, в общем, какая судьба у любого, например, памятника архитектуры. Ведь то же самое, есть трагические судьбы, есть счастливые судьбы. Вот сколько до нас дошло, там, например, памятников в Древней Руси? Очень мало по сравнению с тем, сколько их было. Там происходила некая лотерея. Что-то оказалось там на периферии и уцелело. Что-то оказалось в центре и не уцелело. А что-то оказалось в центре, как, например, Кривевские соборы. Но поскольку они уже были слишком известны, уже вроде как Сталин на них руку и не поднял. Хотя вот хотели сносить Василия Блаженного, но все-таки потом, значит, одумались. То есть, здесь, опять же, судьба каждого дома, она сродни судьбе любого человека. Но вот вы уходите из этого дома, когда уезжаете на несколько дней, или уезжаете к маме в Германию, например. Он же не опустевает этот дом. Мне кажется, он серьезно. То есть, даже вот эти яркие Ваши полотна, даже недостаточно их энергетики вложено. Будьте, ему без меня плохо. Вот я чувствую это. Я чувствую пространство, где без меня плохо. Вот это тот самый случай. Вот в московской, кстати, моей квартире не так. Вот она не опустевает без меня. Это при том, что приходит уборщица убраться, там не в этом все, не в этом все дело, не в этом. А вот в каком-то вот магии какого-то места. Вот этому месту без меня плохо. И я знаю, что если я уйду насовсем, это место, оно не погибнет. Но оно уже будет совсем другим. И ему без меня очень будет плохо. А вот московскую квартиру, да завтра же съеду, там перееду в другую, там она будет там прекрасно, это будет прекрасно жить там с новыми владельцами. Это вот опять же, может быть, это связано с тем, что я здесь всю жизнь. Может быть, связано с тем, что действительно вот это все делал сам. Хоть и не своими руками личными, там не клал балки, но все-таки это вот моя душа сюда, конечно, вложена. Может быть, какие-то факторы, ну вот просто сошелся характер и место. Это ведь тоже очень важно. Потому что для каждого человека есть места, где ему хорошо, где ему плохо. Опять же, можно любое место обжить, и все равно будет неуютно. Как вот, вот не крути. У меня был такой, например, период, я купил квартиру в Митине. Ну, далеко. В плане транспорта далеко. Но край леса зато, зато очаровательное место очень хорошо. Меня там соловьи будили весной. Там большой лесопарк, там рядом озера. Там очаровательное абсолютно место. И до Москвы, кстати, в любом случае близко. В принципе, да, я думал, что Митина, это вот будет тот оптимальный вариант, который сможет и заменить мне и за город, что я не буду там мотаться все-таки, там как ни крути, там два часа в один конец сюда доехать. И вроде как можно будет и в город, если надо, по делам ездить. То есть я в Митине собирался сделать и мастерскую свою художественную, и вот место такое выбрал, и все. Не сложилось. Вот нет, чего-то там не хватает. В чем я даже убеждал себя, потому что по истории города Москвы, во всяком случае, по его каноническому, такому варианту Забелинскому, вообще говоря, Москва должна была начаться в Митине, на устье реки Сходни. Там впадает Сходня в Москва реку, и примерно с равной вероятностью Москва могла начаться или вот у устья Яузы, где она, собственно, началась, или вот там у устья Сходни, потому что там, в принципе, тоже был вот этот вот возможный путь через Сходню, дальше в ту же Клязьму и дальше в тот же Владимир, где, собственно, возникла Москва на пути из Киева во Владимир, когда началась вот колонизация киевлянами вот этой вот земли, где мы, собственно, и живем, которая потом стала вот Владимира Суздальской землей, где, собственно, и Москва возникла, то вот этот вот путь колонизаторов, он шел как раз вот по Оке, дальше по Москве реке и дальше от Москвы реки уже через Сходню или через Яузу, дальше в Клязьму и уже дальше во Владимир. Ну, так вот, собственно, с той же степенью вероятности Москва могла возникнуть там, в устье Сходни. Ну, вот, меня это успокаивало, да, вот такое место, а нет, а вот не мое, и так я и не прижился в Митине. Да, да же, удивительно. А я как раз живу на Соколе, и считается, я прочла какую-то монографию на предмет того, как чувствует себя знак из Диака в том или ином месте. Оказалось, что Сокол – это девий угол, да, и я поэтому, и вот мне уж не надо в этом смысле себя успокаивать, не успокаивать, я обожаю его, когда раз возвращаюсь домой, прям в отрясучке, люблю это место, прям реально, всякий раз радуюсь, вот, не знаю, всему, что там есть. Ну, а, кстати, возвращаясь к дому и, скажем так, к приусадебному участку, хотя здесь, вы сказали, небольшой довольно-таки участок, и более того, он такой лучообразный, я бы сказала, да, он просто узкий, да, и упирается в лес. Да. Что вообще здесь бывает, когда тут не занесено снегом всё? Что тут происходит? Тут растёт трава и цветочки. То есть здесь кусочек леса просто, да? Просто кусочек леса, да, и ничего большего. Причём я в своё время отстоял этот кусочек леса, потому что всегда на него кто-то претендовал. И одно время даже, когда здесь была некая бесхозность, я в юности здесь бывал редко, ну, скажем так, когда мне было там от 20 до 30 лет. И здесь дедушка и бабушка уже, ну, дедушка уже к тому времени ушёл из жизни, бабушка уже была совсем пожилой, потом тоже ушла из жизни. Моей матери было особо как-то вот тоже не до того, и здесь мои соседи потихонечку подрубали. Представляете себе, а почему? Потому что у меня соседи, ну, в принципе, замечательные, милейшие люди, но, опять же, Царство Небесное, вот, во-первых, когда вот рассказываешь об этом месте, то обо всём приходится очень часто говорить, вот, вот, то-то, то-то, ну, Царство Небесное, да, потому что всё, уже многие-многие уже ушли из жизни. А если кто-то не ушёл, ну, в общем-то, это тоже понимаешь, что уже все-все очень пожилые люди, так вот, Царство Небесное, моей соседке, она выращивала гладиолусы, была профессиональным мастером в этой, ну, то есть ездила на какие-то выставки, на чемпионаты, была каким-то чемпионом чего-то там России, мира, я не знаю, Вселенной, там, по выращиванию гладиолусов. А гладиолусам нужен свет. И вот потихонечку-потихонечку как-то всё это на границе подрубалось. Ну, потом появился я, ну, к счастью, всё-таки... И опять всё всколосилось. Опять всё всколосилось, да. То есть, в принципе, здесь действительно такой, по большому счёту, угол отдохновения. Просто вот всё, дом вписан в природу, природа вписана в дом, и природа вписана в природу опять. То есть всё замкнулось, такой замкнутый цикл. А тогда, скажите, вот я была с подобным же разговором про дом, про родовое гнездо. Кстати, очень многие вещи перекликаются с тем разговором, я с тобой вспоминаю, вот у Татьяны Устиновой, наша начательная писательница дома. Там-то как раз, во-первых, вплотную подошло, вот просто стоят вот так многоэтажные дома, и вот так их маленький домик. Он по размерам, наверное, такой же, как ваш. Только он чуть больше ласточкиным гнездом, потому что у них семья такая очень разветвлённая, и всё, он достраивался. Но вот она сказала, что... Кстати, упомянула, правда, мне Митина Абутова, но она сказала, что если бы не было этого дома, то, скорее всего, не появилось бы тех образов, тех романов, того наполнения её литературы, которые сейчас есть. Никогда бы не было этой теплоты. Она говорит, есть такие... Вернее, все мои романы, это романы родом отсюда. То есть все мои мысли прошли по этим скрипучим половицам, и 40 раз прислушались к какому-то домовому, у которого где-то там что-то есть. Она не могла быть написана... Эти романы не могли быть написаны в панельном доме. Вот есть в вашем творчестве, будь то защита докторская, да, и будь то какое-то написание полотен. Есть что-то, что может быть только родом отсюда. Вы знаете, я могу подписаться под каждым словом, которое вы сейчас сказали, или там, от словом, соответственно, Татьяны Устиновой, вот, которое вы передали. Вот абсолютно слово в слово. Это так. Я не могу сказать, что было бы, если бы, потому что история не терпит сослагательных наклонений, как известно. Может быть, если бы я рос и проводил детство в пятиэтажке, там, которое не скрипело бы половицами, не было вот этого запаха мышей, там, комаров, там, тогда ведь не было даже сеток для комаров во время моего детства. Это была страшная проблема. Комары ночью, не было никаких фубитоксов. Это сейчас уже так даже трудно себе представить, но даже такой элементарной вещи, как вот сетка на окне, не было. Марлей завешивали, тогда дышать было нечем. А если было жарко, то, ну, терпели комаров. Вот, наверное, вот без этого всего, конечно, я бы был другим. Это был бы просто не я. Это был бы совсем другой человек. Что бы сделал в жизни другой человек? Ну, я не знаю. Может быть, он бы чего-нибудь достиг. Может быть, даже в этих же областях. Может быть, его творчество. Может быть, даже было бы таким же. Может быть, немножко другим. Не знаю. Это если бы. Но вот то, что я такой, какой я есть, Конечно, 90, может быть, ну, не знаю, процентов, это вот именно корни детства, они, конечно, здесь. И закладывалось всё именно тогда, именно здесь. Скажите, пожалуйста, Сергей, а по какому принципу в этом доме живут картины? Почему именно эти? Здесь картины просто живут отдельно от меня. Ну, некоторые вот прижились здесь. Но они же здесь живут в доме. Вот интересно, смотрите, ваш рабочий стол. Вы только что обозначили, что это место, этот стол, да, пожалуй, самое такое любимое, насиженное такое какое-то место, да, уютное. И прямо перед взором, постоянно пытливым взором, да, находится эта картина. А это где всё происходит? Это плотина, между прочим, здесь же. Я даже ни в коей мере не сомневалась. Ну, она просто, опять же, не очень похожа на ту реальность, которая, вот, как и все мои картины. Это плотина, которую мы там проезжаем? Да, это плотина, которую... Это там, где Алёнушку рисовали? Где Алёнушку рисовали, конечно. И вы знаете, я могу сказать, в принципе, здесь любая другая моя картина была бы вполне нормальна. У меня из-за того, что я не зарабатываю на деньги вот только творчеством, у меня нет такого вот ощущения, что я работаю на рынок. Я могу себе позволить писать, не торопясь, я могу год не писать. Запросто. А потом сесть и вот в течение, например, двух месяцев написать пару десятков картин. Вот у меня идёт. Потом останавливается. Ну, тут ещё многое на технологический процесс писания маслом завязано, потому что, если пишешь маслом, то одну картину просто нет смысла писать, потому что всё равно надо, чтобы она просохла. Значит, написал там часть, отставил в сторону, взял другой холст, потому что всё равно все краски вот разложены. Безотходные, да. Ну, это любой художник так. Это такой маленький художественный секрет тех, кто пишет маслом, что у них, как правило, идёт поток. Потом, ну, как конвейер на заводе, остановили. Запросто. Я могу в любой момент там остановить. Всё. Вот написал. Вот сейчас вот у меня был для себя внутренний какой-то план написать десять картин вот за два месяца вот из прошлого года, последних декабря и ноябрь. Написал. Остановился. При этом каждая картина, я не спешу, я продумываю, я в неё вдумываюсь. И мне, я любую могу повесить вот на это место. Я могу, здесь абсолютно проблем никаких. Потому что мне в этом... Но пишутся они здесь в основном, в картине? В основном в Москве. Так удобнее. А есть такие, которые здесь написаны? Очень много. В том числе вот это, кстати, написано здесь. Очень много. Потому что был период, когда я занимался, например, у меня периодически в жизни бывают периоды каких-то перекосов, когда я занимаюсь или чуть больше какими-то вопросами коммерческими, когда если надо денег заработать, я иду и зарабатываю. Для меня это не чуждо. Если надо заработать денег, я иду и зарабатываю. Я понимаю, условно говоря, что да, это нужно, без этого нельзя. Бывает, что да, я понимаю, что я могу себе позволить там несколько лет пожить вообще без этого, только вот исключительно искусством. Или вот когда мне нужно было диссертацию докторскую там защищать, там по истории архитектуры, то же самое. Вот. Занимался только этим. Ну и, соответственно, тогда я живу здесь. Тогда я пишу картины здесь. А где живу, там и пишу. А если бы стал бы выбор перед вами, где-то остаться навсегда, жить здесь или в городе? Вы бы что выбрали? Ну, если бы мне здесь периодически приносили конвертик, а в нем была бы определенная сумма денег, которой бы мне хватало. За то, что вы уж никогда не возвращались. Да, хотя бы так. Я бы, конечно, выбрал здесь. Несомненно. Здесь хорошо. Вот все-таки вот есть некое интуитивное понятие «хорошо». Ну, условно говоря, есть ведь, ну, все-таки, когда уже человеку не 20 лет, а, можно сказать, что и 45, то человек все-таки начинает на некоторое уже значение придавать, а как он себя чувствует физически. Как у него там, не знаю, не болит ли голова, не болит ли еще что-нибудь. И хоть, в принципе, я, тьфу-тьфу, человек здоровый достаточно, и все же вот ощущение самочувствия здесь, конечно, лучше. Просто вот даже по формальному набору параметров, как себя человек чувствует, чем в городе. Но у меня создалось такое впечатление о вас, что все-таки вы хоть и весьма деятельный человек, но эта бурная и кипучая деятельность на быт вот в таком чистом виде, она как-то так не затрачивается. Вот, знаете, бывают люди, которые бесконечно как-то хлопочут, именно как-то так по хозяйству, я бы сказала. Мне кажется, что это совершенно не ваше. А как же дом, вот, в общем-то, такой организм довольно-таки капризный. Вообще, очень многие люди, у которых есть дома, они тем людям, у которых домов нет, но они хотят, говорят, ой, ты аж не представляешь. То одно, то другое, то АГВ, то замерзло, то подмерзло, то потекло, то протекло, то крыша, то дверь. Ну, пожалуйста, а как же вы с этим справляетесь, когда на вас этот организм без телекома? Знаете, это всё на самом деле очень просто. У меня есть такое вот ощущение, что, ну как, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Чем меньше ты думаешь о быте, тем быт меньше начинает тебя нагружать. Вот очень интересно. Может быть, это психологический момент. Может быть, здесь статистику очень трудно. Там, насколько часто перегорает лампочка, условно говоря, если человек думает про неё или там не думает, да, насколько реже. Я не знаю, может быть, кто-то собирал такую статистику, может быть, и нет. Но у меня вот есть такое ощущение. Ещё, вы знаете, тут же ещё есть какой момент. Я же не белоручка. Я, если надо, я беру и делаю быстро, чётко. Или знаю, куда позвонить, приедут, если что-то серьёзное, что я не могу сделать, приедут специально обученные люди, и это сделают. Вот вопрос, ведь быт – это тоже некое, вроде, искусство. То есть, бывают люди в быту гениальные, понятно. Которые вот делают вокруг себя такой... Вот у меня был такой один из моих дедушек давным-давно, ушедший из жизни, ещё в 82-м году. Вот у него дом был. У него, ну, ещё советское время, ещё вот эти 70-е годы там. У него не то слово, что всё работало, не то слово, у него дом был ухоженный, а это была фантастика. То есть, это вот как, вы знаете, ну, как есть легенды, что в доме у Билла Гейтса, там, как только входишь, он там опознаёт своего хозяина и спрашивает, а хозяин, а что тебе нужно? Вот это было, конечно, не так, потому что на компьютере в те времена не было. Но это было почти так. Это было, ну, вот в доме просто было находиться, было такое ощущение, что находишься в какой-то вот там феерии, потому что вот всё было целесообразно. Одно, другое, третье, вот всё, всё в идеальном состоянии, всё работает, всё так поставлено. Ну, это вот был человек, ну, кстати, возможно, опять же, почему он провёл 20 лет в сталинских лагерях, у него были действительно вот золотые руки. А бывают люди в быту просто, ну, скажем так, неталантливые, но которые вот могут. Ну, для того, чтобы водить автомобиль, не обязательно же быть гением там или талантом, а просто можно хорошо водить автомобиль. Вот так же и здесь. Я в быту, у меня всё хорошо. У меня всё спокойно, нормально, само получается. И благодаря этому каким-то образом я не делаю из этого никаких культов, я не делаю из этого никаких там особенных вот проблем. А просто вот как я веду автомобиль, и не особенно думаю о том, что я делаю в это время, так же и здесь. Ну, так между делами, лампочка перегорела, ну, там вытащил, там, вставил там новую, там, я не знаю, там, розетка перегорела, ну, там, взял отвертку, там, заменил там, собственно, розетку. Для этого там не обязательно даже, там, бывает, и кого-то звать. Кстати, так уже как-то в традициях нашей программы, я, как правило, всегда в итоге разговора задаю вопрос. Как бы вы продолжили фразу «дом, мой дом – это…» Многие говорят «моя крепость». Моя крепость. И вы, и ты, Брут. Посерьёзно, это для вашей крепости? Это одна из моих крепостей. Скажем так, я имею очень много крепостей. Моя работа – моя крепость. Я – своя крепость. Вот я сам по себе тоже некая крепость. Потому что ведь по большому счёту, ведь мы… Ну, для чего создано наше тело? Да, для того, чтобы носить мозг. Вот этот вот маленький, хрупкий где-то мозг там внутри, собственно, и ради него дальше нам даны руки, чтобы, там, хватать, там, ловить, там, зубы, чтобы грызть, ноги, чтобы бегать, там, за кем-то или, там, от кого-то. И всё это ради того, чтобы носить внутри вот тот вот светочь души, который есть у каждого из нас. Правильно. А зачем вам дадим этот дом? Для того же. Для того же. Чтобы носить ваш мозг. Да, он помогает мне. Как и всё. Это не только дом, это автомобиль. Это человечество, которое тоже, если оно не враждебное, если оно дружественное, оно тоже мне помогает. Да и враги, по большому счёту, помогают. Потому что, борясь с врагами, я укрепляю вот ту систему связей, которой… У меня тогда будет больше друзей, если у меня будет больше врагов, иначе я не справлюсь. У меня будет больший опыт. И всё в конечном итоге служит чему? Для того, чтобы вот этот мой мозг внутри что-то здесь сделал. Что-то создал. Вот его предназначение. И поэтому, конечно, в высшем смысле, конечно, мой дом – это такая же моя крепость, как моё тело, и как земля, как мир. Это ведь тоже, в общем-то, моя крепость. Тогда, вы знаете, тогда я вам очень благодарна вдвойне, втройне, и, в общем, в несколько раз больше благодарна, чем если бы вы сказали, что, скажем, дом для вас – это место отдохновения или что-то. Если вы формулируете это таким образом, то есть для вас это настолько же важно, тогда я благодарна вам за то, что вы впустили нас в свою крепость. И мы, слава богу, не враги, которые сожгли вашу родную хату. Мы действительно пришли сюда с миром, и очень бы хотелось, чтобы этот мир, этот покой – это одновременно какая-то фантастическая энергетика, которая вас питает, которая вам даёт силы, чтобы это всегда здесь оставалось. Мир вам. Спасибо большое. Мир вашему дому. Да, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...